Знаете ли вы, что в Петропавловске живут один американец и один сириец? Откуда я это знаю? Я читаю старые газеты. Краеведам быть легко и приятно. Всегда из старых документов и старых газет узнаешь что новое и интересное. Сегодня я познакомлю вас с публикацией в газете «Полярная звезда». Эта публикация имела место в 23-м году прошлого века, в 14-й день ноября. Произведенная 21 октября 1923 года перепись населения в городе Петропавловске показала, сообщает «Полярная звезда», что общее число жителей в то время было 1213 человек. Из них мужчин 720 и женщин 493. Взрослое население 832 человека. Мужчин 547 человек. Женщин 285 человек. Следовательно, взрослых мужчин почти вдвое больше, чем женщин. Детей 381 человек. При распределении детей пополам оказывается, что число девочек больше числа мальчиков. Девочек 208, мальчиков 173. То же самое можно отметить, сообщает нам газета, относительно детей дошкольного возраста, общее число которых 183. Из них 103 девочки и 80 мальчиков. Детей дошкольного возраста 195. Из них тоже превышает число девочек над числом мальчиков. Девочек 105, мальчиков 90. Дети составляют 31% всего населения. По национальности, пишет газета «Полярная звезда», все население распределяется так. Русские, великороссы, украинцы и белорусы, 899, камчедалы 99, китайцы 71, корейцы 59, японцы 19, осетины 15, татары 14, немцы 11, поляки 10, алиуты 4, эсты 4, латыши 2, эскимосы 2, чукча 1, чех 1, сириец 1 и американец 1. Неграмотных среди взрослого населения 12%, мужчин 30 человек и женщин 74 человека. Среди русского населения неграмотных 15 мужчин и 60 женщин. Из этих данных видно, что население в городе Петропавловске преимущественно русское, 75%, и среди других национальностей преобладают камчедалы и китайцы. Краеведам быть легко и приятно. С 2013 года мы с женою составляем книжную серию «Камчатка в газетной строке». Ряд книг уже вышел в свет, я рассказывал о них на своем канале. Сейчас мы занимаемся в рамках этой серии книгами о районах Камчатского края. Ближайшая книга, которая выйдет в свет, это «Мильковский район в газетной строке» 1916-1949 год. То есть все книги о районах, которые мы сейчас готовим, рассматривают первую половину ушедшего века. И вот, в руках у меня два прототипа очередных будущих книг, это «Тигильский район в газетной строке» и «Быстринский район в газетной строке». Сейчас решаются вопросы их издания «Ах, да». Я давно не показывал вам столицу Камчатского края. Давайте посмотрим. Сначала я расскажу, что это была последняя съемка летучим фотоаппаратом. Аккумулятор в летучем фотоаппарате сдох на посадке, аппарат рухнул в мягкую клумбу. Аккумулятор я заказал, но раньше, чем через три недели, он до меня не долетит. Итак, посмотрим. Памятник Василию Завойке, Гултушное озеро, стелу города воинской славы, театральную площадь. Смотрите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ай, молодцы! Теперь вы не будете пропускать новые ролики на моем канале. До свидания!